С 1 сентября для молодежи России появилась новая возможность бесплатно посещать различные культурные мероприятия. Ненецкий округ не стал исключением. Экскурсии, концерты, посещение театра. Молодежь теперь может просвещаться за счет средств федерального бюджета. Подробности смотрите в следующем сюжете. Пушкинская карта предоставляется молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. То есть тем, у кого уже есть собственный паспорт, который требуется для регистрации на портале госуслуги. Обладатели Пушкинской карты смогут ей пользоваться не только в пределах региона, но и по всей стране. Все это сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к культуре. Пушкинская карта – это проект, который направлен на культурное просвещение молодежи. То есть он был запущен 1 сентября. И по факту это обычная платежная карта системы МИР, которая на балансе имеет 3000 рублей. Эти деньги нельзя обналичивать. Их можно потратить только в специальном приложении, на сайтах или в кассах культурных учреждений. К просветительской программе в округе присоединились музейные объединения и дворец культуры Арктика. Это ведущие учреждения по своей направленности. Они первыми в регионе у нас запустили электронную продажу билетов на свои мероприятия, что является неотъемлемой частью технического задания на подключение к Пушкинской карте. И первыми установили специальное оборудование для продажи билетов по Пушкинской карте. Условия получения Пушкинской карты просты. А сама регистрация не занимает много времени. Нужно зайти на портал госуслуги, затем скачать приложение госуслуги культура. В нём можно получить виртуальную карту. Для тех, кому хочется иметь физический экземпляр, пластиковую карту можно будет забрать из почта банка. Копить денежные средства на карте нельзя. В конце 2021 года неиспользованная сумма сгорит. А с 1 января 2022 на счету вновь появится 5000 рублей. Север.